Когда я начинала вести тикток, я подписалась на одну женщину. И она тогда, ну, я не знаю, я потом от неё честно отписалась, короче, и это... У неё тогда было 7 тысяч подписчиков, а у меня вообще мало было. И потом у меня осталось сейчас уже почти 2 миллиона. Ну, короче, у меня я её отписалась от неё. Я потом её не нашла. Она, знаете, как сказала, короче, каждому хозяйству нужно относиться без жалости. То есть нельзя привязываться к ним. Потому что понятно, что сельское хозяйство, это, во-первых, оно должно приносить прибыль. Если, допустим, корова у вас живёт, да, и телят не рожает, молока у неё нету, а она только и ест, и в туалет ходит, больше ничего. А может ещё и когда и болеет, или хромает. Такую корову люди не держат, честно. Даже если она красивая, даже если она самая лучшая для вас, не держит. Потому что корова съедает за зиму 3 тонны сена. Чтобы вы понимали, это очень много. Это очень много. Поэтому в убыток себе никто не держит. А если корова, допустим, приносит молоко, доится, каждый год приносит телят, с ней проблем нету, таких коров держит. И я что хочу сказать-то? После вчерашнего видео про Зорьку мне начали писать, что «Да не режьте вы её, да рано, да никто её не собирается резать». Ей всего лишь 8 лет. Я знаю, вот у нас в деревне женщина резала корову, и корове было 18 лет. И она была стельна на тот момент. Просто у неё уже к 18 годам, она уже не могла ходить с табуном. У неё болели от тазобедренных вот эти вот суставы огромные. Она постоянно лежала. Пришлось её заколоть, конечно же. Вот я о чём, что 8-летнюю корову никто не режет. 8-летнюю корову любят, колят и лелеют.